МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас зарегистрировано уже более 11 тысяч случаев. Почему вирусная инфекция вернулась после стольких лет затишья, чем опасно, все это обсудим нашими экспертами. А у нас сегодня в студии Герим Калиева, руководитель отдела эпидконтроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента санэпидконтроля Кустанской области. Айман Нурпи Исова, главный нештатный инфекционист Кустанской области. Семен Балиям, Дмитрий Симбаева, врач-педиатр, и Инна Соколова, врач-эпидемиолог. Спасибо большое, что несмотря на свою занятость, сейчас такой нелегкий период, все-таки сейчас сезон заболеваний, ОРВИ и так далее. Вы нашли время, пришли в нашу студию. Вопросы и тема непростая, довольно-таки сложная. И сегодня до сих пор многие так и не могут понять, почему у нас сегодня такая вспышка кори, с чем это связано. Началась дополнительная иммунизация. Многие, опять же, тоже не понимают, как понять слово дополнительная иммунизация. Вот предлагаю об этом рассказать. Чем опасна корь и что за дополнительная иммунизация сейчас идет в поликлиниках? Давайте я начну. Вы знаете, вы правильно отметили, что кори сейчас стоит на первом месте в системе здравоохранения данная инфекция, так как на сегодняшний день уже свыше 13 тысяч случаев по республике Казахстан. То есть уже 13? Уже 13, да. Буквально за неделю выросло. В нашей области ситуация, конечно же, получше. У нас зарегистрировано 98 случаев заболевших кори. Из них большее количество – это лица, которые не получили прививку в свое время. Вы знаете, что у нас плановая вакцинация проводится детям в возрасте 1 года и в возрасте 6 лет. С чем связана вспышка кори? Это, конечно же, образовавшаяся неиммунная прослойка населения. То есть это и отказники, и лица, кто пренебрег мерой защиты, так как это… А забыл, не пришел, когда его позвали, да? Ну, еще можно сказать, что это отголоски и пандемии COVID-19, да, когда, может быть, родители откладывали вакцинацию до стабилизации ситуации. В связи с осложненной эпидситуацией главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан было вынесено постановление номер 7 от 1 ноября 2023 года о начале кампании дополнительной массовой иммунизации населения. В данной кампании будут участвовать несколько категорий населения. Первое – это дети от 6 месяцев до 10 месяцев, 29 дней. Почему? Потому что, если посмотреть даже на ситуацию в нашей области, из 98 заболевших 21 – это ребенок до года. Маленькие. И дети по причине недостижения возраста. То есть им еще не положено было получать вакцинацию. Так как число случаев большое, поэтому было принято решение начать дополнительную иммунизацию. Это будет вакцинация считаться как нулевая. Поэтому призываем всех, да, прийти со медицинской организацией за получение вакцинации. Я сразу заточню, то есть получать прививку будут те, кто ее не получал. Получается, вот первая категория – это лица от 6 месяцев, детишки от 6 месяцев до 10 месяцев. Следующая категория – это дети 2-3-4 лет, несмотря на свой прививочный статус. Даже если он получил в год, он все равно в этот раз должен получить вторую, чтобы надежно защититься. Следующая категория – это медицинские работники, потому что они всегда у нас на передовой. Они непосредственно работают с больными. Они будут получать прививку чуть позже, да, если я не ошибаюсь? Они будут получать прививку в декабре месяце, в декабре-январь. А дети, которые до года, они будут получать до стабилизации эпидситуации. Я правильно понимаю, что все-таки причиной вот этой вспышки кори является отказ от прививок? То есть это население, все больше населения сейчас не получает ту самую прививку, которую должны были получить, отказываются. Именно поэтому у нас сейчас такая ситуация. Или какие-то другие факторы способствовали к этому? Ну, в основном, конечно же, это отказы от вакцинации. По личным убеждениям. Больший процент, конечно же, это по личным убеждениям. Раньше, если мы говорили по религиозным, но сейчас, так как активно мы работаем и с духовенствами, и с имамами, и они все-таки убеждают население, люди к ним прислушиваются, поэтому сейчас по религиозным убеждениям... Нет, наоборот, сейчас меньше. Сейчас больше по личным убеждениям люди верят в любую информацию, которая есть в социальных сетях. Это очень активно распространяется, но хочется призвать население не верить недостоверным источникам, верить только научно доказанным статьям, публикациям и, в первую очередь, ответственно относиться к своему здоровью. Скажите, вот многие сейчас жители, они немного не понимают всю опасность кори, да? Кто-то вообще сравнивает ее с обычной ветряной оспой, там, ну, появилась сыпь, она прошла и, как говорится, все забыли. Зачем мы будем подвергать риску своему ребенку, сделать ему прививку, уж лучше мы переболеем, да? Такие случаи тоже есть. Как вы к этому относитесь и чем опасна корь на самом деле? Вы правильно подметили, что действительно среди мам сейчас есть такое убеждение, что этими инфекциями, поскольку они, в общем-то, считаются детской инфекцией, вот, пусть, в общем-то, он лучше переболеет. Это относится не к ветряной оспе, они относят это и к коре, вот. Вот. Но дело в том, дело в том, что природа не любит пустоты. И когда у нас растет количество детей, количество населения, которые, в общем-то, не были привиты, вот сегодня уже говорили, так называемый коллективный иммунитет, он же должен быть в пределах 90, выше, поскольку этого у нас мы потеряли, мы потеряли целый пласт, вот, взрослых, целый пласт наших детей, которые не имеют иммунитета, то есть они не привитые. И, в общем-то, вирусы, они, в общем-то, тоже не дремлют. Вирус никуда не делся. Поэтому, вот, дети непривитые начинают болеть, вот, этой инфекцией. И теперь, наверное, восстановить вот этот коллективный иммунитет будет не так просто, да? Вот, мы потеряли, грубо говоря, как вы говорите, вот этот момент. Да. И сейчас это всё восстановить и в прежнее русло вернуть, наверное, не за один, не за два дня, да? Да, слушайте, ну, дело в том, что ведь пандемия нам доказала, мы же добились коллективного иммунитета. И, в общем-то, пандемия, которая, в общем-то, длилась, да, Емман Жанайевна, которая длилась, в общем-то, два года, удалось благодаря только коллективному иммунитету. Поэтому, в общем-то, это всё зависит от общества и от нас, медицинских работников, а мы, медицинские работники, всегда готовы. Кстати, я хочу сказать, в период пандемии мы, в общем-то, плановые прививки, педиатры, мы, в общем-то, их продолжали. Поэтому, что касается педиатрической службы, то она во все времена, я хочу сказать про нашу Кустанайскую область, что она всегда, в общем-то, у нас, ну, относились с максимальной ответственностью. И я думаю, может быть, у меня в санэпидстанции представители скажут, что я думаю, что среди других областей, вот сейчас по заболеваемости, мы, наверное, я не думаю, что мы в числе передовые. Нет, мы не передовые, да? Да. Ну, хочется сказать, что, конечно, высокая заболеваемость сейчас отмечается в больших городах, это и Алмата, Астана, Шымкент. Это, конечно же, связано с тем, что это мегаполисы, всё-таки население там больше, это и скучность населения, и тесный контакт. Поэтому в этих городах, конечно же, у них там цифры, конечно, намного больше. Ну, если посчитать, да, 13 тысяч заболевших, у нас всего 90. Да, конечно, да, да, да. То есть это очень небольшое. Поэтому я думаю, что всё-таки у нас эта работа всегда поставлена была хорошо. Вот врачи-инфекционисты, эпидемиологи, всё-таки хочется... Вы видели корь, то есть вы видели её проявление непосредственно на ребёнке, на взрослом. То есть чем опасно, как проявляется? Я знаю, что сложность этого заболевания в том, что очень сложно, очень легко спутать её с каким-то другим заболеванием, возможно, простым ОРВИ. Как же распознать эту корь, и в каких случаях маме, родителю стоит прямо бить тревогу уже? Корь – это... Во-первых, корь – это вакциноуправляемая инфекция. Поэтому все должны 100% – дети, взрослое население, медработники – должны вакцинироваться против кори. Это уже доказано, да? Это уже доказано, да. Корь – это острое инфекционное заболевание, которое вызывается парамиксовирусом. Начинается корь с лихорадки – 38-39 градусов. Начинаются катаральные явления. Может быть, кашель, лающий кашель, конъюнктивит, заложенность носа. Затем это продолжается в течение трёх дней. Затем с четвёртого дня начинается период высыпания. Мы... Сначала идёт как ОРЗ обычная. Период высыпания – это начинается пятнистопопулёзная сыпь, начинается этапность... Первый день высыпания начинается за ушами, на лице, в области шеи. На второй день сыпь спускается на туловище. И на третий день уже на нижних и верхних конечностях. Затем уже идёт сыпь, может быть, пятнистопопулёзная, сливная. Затем уже идёт период пигментации, то есть обратно также сверху вниз. Чем страшна корь – это тем осложнениями. И осложнения могут быть... Это самое страшное осложнение – это воспаление головного мозга. Это панэнцефалиты. Энцефалиты. Также часто встречаются вирусные бактериальные пневмонии могут быть, атиты могут быть, стоматиты могут быть, кератиты, гепатиты токсические. Человек заразен именно до 4 дней до высыпания и 4 дня во время высыпания. Вот самый такой особый такой... Опасный период. Опасный период, да. Коря – это высококонтагиозное заболевание. Контагиозность составляет 100%. Даже пациент, который болел корью, он ушёл с кабинета. В течение 2-х часов вирус кори может сохраняться в этом... В этом кабинете. В этом кабинете, да. В отличие от ветряной оспы, ветряная оспа, она быстро как бы... И сохраняется вирус. И поэтому даже следом зашёл пациент, который непривитой ребёнок, он может даже заболеть этой корью, даже не контактируя с пациентом. Просто зайдя в помещение, где когда-либо... Да, в течение 2-х часов вирус сохраняется. Поэтому самое важное – это вакцинация. Это нужно мамочки, чтобы знали, чтобы не отказывались, потому что мамы сами привиты. У нас... Случаи кори у нас есть, и сейчас у нас пациенты двое лежат в инфекции, взрослые. Ну, как бы... Они тоже не граждане нашей республики, они здесь в гостях, ну и они привезли нам коль, как говорится. Но вот эта вакцинация, она нам как бы поможет, я думаю, что нужно вакцинироваться всем. Скажите, вот вы сказали за то, что бывают очень серьёзные осложнения, да? Осложнения бывают в случае нелечения? Или всё-таки даже при лечении может иммунитет или что-то там сыграть не в пользу человека? Осложнения может быть и в случае лечения. Конечно, пациент же обращается за медпомощью. Они же не будут дома лечиться, они обращаются. Но у нас были случаи-то осложнений очень... В Астане были случаи, когда мамочки отказывались, мать пятерых детей отказывалась от вакцинации, и потом она уже сказала, я буду прививать всех детей. Потому что у неё ребёнок крайне тяжёлый уже был, да? Об этом мне постоянно говорит главный внештатный инфекционист Баишева, Динабуля Япековна. Потому что у нас были вспышки кори ещё, ну, ранее были. Поэтому те, кто отказывался, а когда уже ребёнок заболел, уже поздно прививаться. Поэтому, конечно, у нас вот сейчас вот эти случаи кори в Вкуснайской области, они в средней степени чажести, тяжёлых нет, с выздоровлением. У нас была одна беременная с корью, благополучно выздоровела. Ну вот насчёт беременных женщин тоже. Насколько я знаю, у нас одна была, но в других регионах было гораздо и больше, да? И там всё зависит, например, от срока, да, на котором заболел человек. То есть это могут быть какие-то серьёзные осложнения? Да. Первый триместр беременности – это вирус он тератогенный. Это очень опасно. Первый триместр беременна вообще не должна болеть ничем. Ничем. Да. Тем более кори может вызвать выкидыши, невынашивание плода, различные патологии. Поэтому здесь уже решается вопрос о прерывании беременности. Решается консилиум, но в конце, конечно, решает женщина. Второй триместр, он тоже опасен. Но проводятся беседы с пациентом, какие могут быть гипотозы, могут быть различные. То есть могут быть, ну, предупреждают, лечение проводится, смотрят как бы в консилиум, как в состоянии плода. То есть всё это в динамике наблюдается. Третий триместр опасен – генерализация инфекции. То есть если беременная заболела в конце своего срока корью, ребёнок может родиться с рождённой корью. Понимаете? Вот даже вот так вот. Поэтому для беременных, они же ослабленные у нас беременные, поэтому им нужно, если они не вакцинированы, то есть сейчас у нас, когда идёт корь, нужно меньше посещать общественные мероприятия, стараться не контактировать с больными. Да, тем более сейчас ОРВИ идёт, как бы сезон, ну, осенний-зимний сезон сейчас. Поэтому беременные – это у нас как бы на особом счету. У нас сейчас по республике где-то уже 74 случая на сегодняшний день зарегистрировано беременных с корью. У нас идёт ежедневный мониторинг. Самое большее у нас в Мангоставской области. Прямо за вчерашний день 7 беременных зарегистрировано. Вот вы говорите о том, что корь можно спутать с другими болезнями, в том числе ОРВИ. Инна Анатольевна, вот вы что посоветуете сейчас родителям, ну, и в целом людям? Вот при каких случаях, при каких проявлениях там нужно сразу же обращаться к врачу? Потому что, ну, не секрет, что многие мамы, мамы со стажем, с опытом, как говорится, они лечат своего ребёнка дома. Даже иногда не обращают, да, в поликлинику. То есть там в нос закапал, там дал сироп, и всё прошло. Вот при каких случаях нужно бить тревогу и обязательно вызывать врача? Ну, во-первых, хотелось бы обратиться к мамочкам нашей области. Сказать о том, что сейчас вот как раз есть период, когда мы должны привиться, да. Это дополнительная массовая иммунизация. Она как раз таки и создана для тех, кто сейчас, кто не привился, кто упустил своё время. Поэтому самая специфическая профилактика кори – это вакцина-профилактика. Единственный метод защиты, да. Так как само заболевание кори, оно лечится симптоматически, мы ведь не можем знать, какие могут быть дальше последствия. Поэтому сейчас, когда вам звонят медицинские работники, проводят с вами беседы, обратите внимание, задумайтесь, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. То есть вопросом, надо этим озадачиться, то есть педиатры вас проконсультируют полностью и решить вопрос уже о дополнительной массовой иммунизации. Не слушать дезинформацию. Сейчас очень много, да, в интернете плохой информации почему-то. Обращают внимание только на такие крайне тяжёлые случаи, когда вот мамы знакомые говорят, вот у меня родственница, там, чем-то ребёнок заболел. Нет, вы не должны слушать, слушайте, пожалуйста, своего врача, придерживайтесь рекомендаций. Если вы видите у ребёнка первые симптомы, они отличаются, да, от остальных заболеваний, которые вообще есть инфекционные. Появляются белые пятнышки на щёках, то есть вы должны ребёнка осматривать, разговаривать, смотреть. И, конечно же, не заниматься самолечением, то есть обращаться по месту прикрепления к врачу, вызвать врача на дом и прислушиваться рекомендаций. Если в садике карантин, сейчас у нас много организаций уже будет, может быть, и закрываться. У меня просто сестрёнка сама живёт в Таразе, говорила, что там очень много уже садов закрывают на карантин. И там прям говорят, рекомендуют мамам также, либо проходите вакцинацию, либо вы уже, пожалуйста, пока находитесь в отпуске, там они месяц могут находиться в отпуске. То есть вопрос стоит вот жёстко, и там нет такого, да, нет. Потому что там в области сейчас очень много случаев, 1100, 1200, там Жамбульская область, очень много случаев. Вот, и когда есть такая возможность получить эту дополнительную массовую иммунизацию, мы должны воспользоваться. Потому что и в Российской Федерации очень много случаев. Всё это почему? Потому что вирус, он всё равно циркулирует, да, есть эпидемиологическое звено, эпидемиологические процессы, в котором говорится, что данная инфекция, допустим, на сегодня у нас спокойно, ну, цикличность существует. То есть 2-3 года, и всё равно она будет у нас в коллективах. Потому что у нас коллективного иммунитета нет. То же самое, возьмите, столбняк, туберкулёз, очень много инфекций, они все являются вакциноуправляемыми. Поэтому сейчас нам важно в данный момент задуматься и начать прививаться. Коллективный иммунитет, это сколько процентов населения должно быть привито? Больше 90. 95. Да, да. То есть почти 100, можно сказать. Только в том случае мы выработываем этот коллективный иммунитет. И тут ещё зависит, насколько мы быстро будем прививаться. Понимаете? Чтобы, в общем-то, распространение вируса от человека к человеку, в общем-то, прекратить. Дело в том, что сейчас мы говорим про осложнение и про течение. Можно ли всегда поставить? С первого раза увидел сыпь, поставить. Да. Да, вот вас вот это интересует. Дело в том, что корень может протекать в лёгкой форме, средней тяжести, тяжёлая, может быть, типичная, может быть, атипичная. То есть это не исключается. Это зависит от чего? Во-первых, от вирусности самого вируса, насколько он коварный. И, конечно, зависит от состояния макроорганизма, то есть человека, который, в общем-то, заболел. Ребёнок, взрослый, каков у него иммунный ответ, насколько иммунитет ослабленный. Вот от этого зависит. И поэтому, конечно, есть и такие случаи, когда трудно поставить. Для этого у нас существуют консилиумы, для этого у нас существует главный штат инфекционист, что можно позвонить, в общем-то, посоветоваться и сказать. То есть, в общем-то, не всегда. Поэтому действительно бывают и такие формы. И, говоря про осложнение, то же самое. Конечно, если лёгкое течение, то осложнение будет, естественно, меньше. Может, вообще пройдёт в лёгкой форме. А когда речь идёт о средней и тяжёлой форме, вот те осложнения, которые Айманжанайевна сказала, они зависят от того, на какой день они, в общем-то, развились. Если это, допустим, начало заболевания, это может быть тот же атит, это может быть тот же конъюнктивит, может быть круп. Так называемый ложный круп, это очень страшное заболевание. Кстати, я хочу обратиться к мамам. Если бы они видели, как ребёнок задыхается от крупа, то есть когда воспаление гортани, то есть ребёнку не хватает воздуха, он не может вдохнуть. Я думаю, такие мамы никогда бы не отказались от прививок, понимаете? А потом уже идёт позднее осложнение. Может быть, пневмония, у взрослых это может быть гепатиты. И самое отдалённое осложнение, Айманжанайевна скажет, это уже у взрослых проявляется, так называемый панэнцефалит. Вы знаете, да? Вы это лучше всех знаете. То есть спустя 7 лет, это разрыв от 7 лет до 25 лет, может развиться воспаление головного мозга. Это из-за того, что когда-то переболел человек? Да, он переболел. Он 7 лет тому назад переболел. Ничего себе. Я слушала эту лекцию, когда нам действительно показывали на слайдах, как это проявляется. Поэтому, зная всё это, и сейчас такая у нас ситуация развилась, эпидситуация в республике, я думаю, что мамы должны бежать, бежать и бежать. Мне отрадно, что вторая поликлиника, вот вы говорили сегодня, что мамы идут активно. Я надеюсь, что и другие поликлиники, я не хочу их обидеть, ну просто доктор оттуда. Что мамы, в общем-то, наконец-то проникнутся тем чувствам ответственности. Ещё раз говорим, что они-то привитые, их родители тоже привитые, то есть бабушки, дедушки, те, дети которых заболели, они-то привитые. А почему так нужно обращаться с ребёнком? И мы прививали своё время. И, в общем-то, решать такую судьбу, судьбу его будущего, своего ребёнка, когда через столько-то лет может развиться энцефалит, это воспаление головного мозга, и он останется инвалидом. Поэтому, в общем-то, сейчас надо воспользоваться и максимально короткие сроки, в общем-то, прививаться. Скажите, пожалуйста, вот насчёт того, что сейчас идёт вакцинация. То есть любая мама, если у неё ребёнок этого возраста, может обратиться в поликлинику и получить вакцину, правильно? Да, вакцина, как и плана, вакцинация делается по прикреплению на бесплатной основе. И хочется сказать, что в нашей области уже сегодня, четвёртый день, порядка 400 детей уже получили дополнительную иммунизацию. А за 4 дня, да? За 4 дня. То есть мамочки активно идут. Вакцинация делается после добровольного согласия родителей, обязательно письменное, электронное согласие. Врач должен ознакомить, рассказать, какую вакцину они будут сейчас делать, рассказать… Побочные явления. Побочные явления, да. Какие могут быть проявления после вакцинации, характерные и нехарактерные. В случае, если какие-то есть неблагоприятные проявления, обязательно сразу нужно обратиться в медицинскую организацию. В течение времени, в течение 30 минут после того, как сделали вакцинацию, обязательно нужно медном наблюдение, да, то есть не убегать сразу. И, конечно, смотреть за состоянием ребёнка. Сейчас очень многие мамы любят говорить о том, что вот смотрите, вот этот ребёнок, он был привит, но он всё равно заболел. Такое тоже бывает, да? Такое бывает и при гриппе, и при ковиде, как мы знаем, да? Тоже после прививок люди болели. Но как мы можем ответить им на этот вопрос? А почему ребёнок болеет, даже получив прививку? Конечно, мы не можем говорить, что прививка, если вы получите прививку, ваш ребёнок 100% не заболеет. Вам ни один врач этого не скажет. Потому что правда такова, и мы не врём и не обманываем. Мы сразу родителям говорим, конечно, ребёнок может переболеть. Есть риск заражения, он может быть. Но как он переболеет? Вот в этом вопрос. Он переболеет намного легче, чем непривитый ребёнок. У него не будет осложнений. Возможно, он чуть-чуть потемпературит, появится сыпь, и он быстренько у него это всё пройдёт. То есть тут важный вопрос в осложнении, как ты будешь переносить эту прививку. Мы же не хотим, чтобы наши дети попадали в стационар, дай бог, ещё какие-то проявления, чтобы были. Поэтому мы уменьшаем риск тем самым, получив одну единственную прививку. Да, как говорится, есть осложнения, но мы наблюдаем детей на 5, 6, 10, 11 день. Наши медработники, они же не бросают маму, они звонят, узнают состояние ребёнка. Так как вакцина живая, всё равно мы ведём наблюдение. И вот важно осознавать, что ребёнок, да, он может переболеть. Но как он переболет, это другой вопрос. Поэтому родители не должны лишать своего ребёнка здоровой, счастливой жизни. Ваш вопрос говорит, в медицине есть такое понятие напряжённость иммунитета. То есть ребёнок получил прививку. Допустим, вот в группе, в садике дети получили прививку, все, в общем, 100%. Но дело в том, что иммунитет выработается у 98-99%. То есть из 10, вот 9 человек, в общем-то, у них иммунитет есть, выработался. А у одного ребёнка иммунитет не выработался, который в будущем может заболеть. Это понятие напряжённости иммунитета. То есть это зависит уже от своего организма, от ответной реакции. Поэтому, в общем-то, такое может быть, и мы это знаем. И, в общем-то, очень отрадно сегодня я узнала, что, в общем-то, будут проверять, вот начиная, в общем-то, сейчас будут проверять, насколько, вот в детском коллективе, у кого выработался иммунитет, у кого не выработался. То есть это, ещё раз повторяю, речь идёт о напряжённости иммунитета. Поэтому если наши медики смотрят, то они, в общем-то, поймут, о чём речь. И я вот ещё на чём хотела остановиться. Дело в том, что вот у меня в руках календарь прививок, по которым, в общем-то, все мы работаем на сегодняшний день в Казахстане. Вот ребёнок получает планово, прививку он получал, как уже сегодня говорили, он получает, в общем-то, в год и в шесть лет. Но дело в том, что одновременно, ведь он получает у нас от кори, паратит и краснуха. То есть заболевание, заболевание, то есть мы одной прививкой, в общем-то, защищаем ребёнка от трёх заболеваний. Это очень важно. И вот я хочу остановиться на паратите. Вот, хотя можно о коре, о коре влослухе очень много говорить, поскольку это тоже одна из опасных инфекций, особенно если это речь идёт о беременных женщинах. Очень опасная. Там, в общем-то, ребёнок, в общем-то, может родиться с уродствами. Это, ну, однозначно, вот что важно. А что касается паратита. Паратит – такое заболевание, называют его свинка. Мама опять-таки считает, ой, подумаешь, в общем-то, слюдная железа, в общем-то, здесь припухла, в общем-то, я погрею, всё пройдёт. Вот, как раз-таки паратит – это тоже опасная инфекция в плане своих осложнений. Может протекать легко. Вот, действительно. Но осложнение бывает, причём осложнение грозное. У женщин, у девочек, у будущей мамы, может, не наступить, поражаются яичники, и, в общем-то, она может, в общем-то, лишиться этой возможности. А если это мальчик, то он может так случиться, что он не сможет стать отцом. Вот, это именно поражаются все железистые органы. И я в связи с этим хочу привести пример из своей практики. Вот, поступил ребёнок, уже подросток, кстати, это был врачебный ребёнок, вот, он заболел паратитом. Вот, заболел паратитом, поскольку с температурой всё, он у нас лечится в нашем отделении. Вот, и у него, в общем-то, развивается так называемая архида – воспаление яичка. Вот, ну, дело в том, что, то есть, мы это оценили, но ребёнок, ребёнок, в общем-то, уже подросток, он, конечно, нам об этом сразу не сказал. Вот, мы сразу подумали о сирозном менингите. А, может, она, поскольку температура была, у него интоксикация, думаю, ну, сирозный менингит. Ну, сирозный менингит, ладно, мы знаем, как лечить всё это самое. А потом вечером приходит папа, папа, папа приходит, и он говорит, вы знаете, в общем-то, он рассказал. И тут, в общем-то, мы вот такое увидели осложнение. Вот, я за этим ребёнком наблюдала всю жизнь его. Вот он закончил школу, затем они уехали в другой город, вот, он стал студентом, он, наконец, отслужил армию, он, наконец, устроил семейную жизнь, у него появился ребёнок. Я тогда… И вы успокоились, да? Как врач, я успокоилась. Поэтому, ещё раз акцентирую внимание наших мам, что ребёнок одновременно получает от трёх инфекций. Вот, поэтому надо, в общем-то, завтра, кто ещё думает, надо завтра идти в поликлинику и прививаться. Скажите, а можно ли получить прививку, вот сейчас, будучи взрослым человеком? Вот, например, я хочу получить прививку от кори, обезопасить себя, свою семью, или пока такой возможности нет? Пока, к сожалению, такой возможности нет. У нас прививаются, как я уже сказала, это дети в возрасте одного года, дети в возрасте шести лет, а также по эпидемическим показаниям лица, которые находятся в контакте, в тесном контакте с больным корио до 30 лет в течение 72 часов. Ну, теоретически, наверное, это можно было сделать, допустим. Вот вы настаиваете, да, вот я хочу получить прививку. Как медиков. Медиков же будут прививать? Ну, может быть, к этому и придём в дальнейшем, если ситуация эпид не улучшится. Ну, а если уже быть максимально спокойным вам, допустим, что, да, у вас иммунитет есть, что вы получили прививку. То есть мы проверяем, так называем, напряжённость иммунитета, о котором мы сегодня уже говорили. Вот, у вас есть антитела. В общем-то, пожалуйста, в общем-то, вы спокойны. То есть это можно сдать кровь, да, анализ? Да, 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 да. Это всё, вот то, что мы будем делать в будущем, вернее, то, что мы делали, а теперь снова будем делать, проверять, в общем-то, детские коллективы, которые получили прививку, уже планово получили. Мы, в общем-то, будем проверять. То есть искать те 2%, которые не выработали иммунитет. У нас просто уже в 2019 году уже была такая ситуация, тоже эпидемиологическая, плохая по коре. И тогда, кстати, прививали, была моно-вакцина, прививали всё население, кто жил. А моно-вакцина была, да? Да, моно-вакцина. Поэтому, как бы, эта прослойка у нас защищена. Сейчас, я думаю, пока нам надо уязвимую группу защищать на детей, на медработников, кто стоит на передовой. Именно им сейчас это самое, не знаю, самое важное, наверное, получить для этой категории. Валя Газитина, вот у вас очень большой стаж, да? Вы очень много времени работаете с эпидиатом, с детьми. Вот если вспомнить, например, 20 лет назад, может быть, 30 даже лет назад, были ли мамы, которые отказывались от прививок для своих детей? Много ли было таких случаев? Почему они отказывались? И вы, может быть, за свою практику наблюдали всё-таки, а как живёт ребёнок, который получил прививки, и как живёт ребёнок, который эти прививки не получил? Вот какое-то есть вот такое сравнение, что ли? Я хочу сказать, что, в общем-то, вот когда мы в активную творческую деятельность, когда мы работали на участке, таких детей было единицы, чтобы отказывались, но очень редко. Наоборот, у нас были дети, которые по медицинским показаниям не прививали, да. Это тяжёлые там неврологические заболевания. Но их тоже было единицы. И в связи с этим я хочу привести пример про дифтерию. То есть мы говорим сегодня о так называемых, вы тоже упоминали, о вакциноуправляемых инфекциях, да? То есть это все инфекции, которые можно в разы, в сотни, в тысячи раз, в общем-то, мы это и сделали, кстати, в советское время, в общем-то, в сотни раз. Кстати, я хочу сказать, что коль называют детской чумой. Представляете, насколько, в общем-то, она опасна, инфекция, детская чума. Но чума, по-моему, у всех на слуху, что это что-то страшное. Вот коль, опять-таки, наверное, тот случай, когда маме можно сказать, что, в общем-то, чтобы спасти своего ребёнка от детской чумы, и, в общем-то, идите и прививайтесь. И вот это с дифтерией. Дело в том, что у нас всегда прививки, в общем-то, были, а сейчас, ещё раз повторяю, на первом плане, в общем-то, все и медики настроены, и общество шло. В общем-то, поэтому в сотни, тысячи раз дифтерия, корь, полимелит, теперь, что ещё, наверное, коклюш, да? Они все, в общем-то, уменьшили в тысячи раз. И вот в 80-е годы, в 80-е годы, в общем-то, в России, ну, ещё тогда Советский Союз был. В Советском Союзе? Вот, началась так называемая крупа. Мы сегодня говорили про ложный круп, а про дифтерии, там, действительно, когда дыхательные пути закрываются вот этой плёнкой. И взрослых начали терять от обструктивного бронхита. Казалось бы, бронхит – такое заболевание, когда, в общем-то, можно вылечить это, в общем-то, не проблема. А тут теряли. И на вскрытии они видели так называемые дифтерийные плёнки. Вот. Поскольку в то время была в этом, в России была, в общем-то, так поставлена антипрививочная компания, да. В общем-то, и многие пошли по этому пути. И вот выросло поколение, опять-таки, мы уже говорим про коллективный иммунитет, которые, в общем-то, не имели этого иммунитета. Вот. И они заболели. Вот. И мы, Устанайская область в частности, вот, мы, в общем-то, огранились с одним случаем. Это говорит о том, что, в общем-то, у нас прививоченная работа во все времена была на уровне. Это говорит ещё о том, что мы, к сожалению, несмотря ни на что, наступаем на те же грабли и, получается, совершаем ошибки прошлого, да? Конечно. Когда мы боролись за этот иммунитет, мы его достигли, да, сейчас мы идём опять к той же карте. Кстати, я в одном из интервью говорила, вот, тоже на телевидении говорила, что чем опасен 21 век? 21 век опасен тем, что появятся новые инфекции и будет возврат старых инфекций, что мы и имеем. Я тоже напомню, я работала в Карагандинской области, в инфекционной больнице. В 96-97-х была у нас вспышка дифтерии. Чего было? Дифтерии. А, да. Да, я работала врачом-инфекционистом, работала в ночь и привозили пациентов. Скорая Польша привозила все ангины гнойные, привозила, как дифтерия, под вопросом, тремя вопросами, ну, чтобы исключить дифтерию. Мы в приёмном покое должны были исключить эту дифтерию, брали мазок на плёнку, ну, всё, делали экстренный мазок, цитологию. И пациенты были тяжёлые, умирали от миокардита у нас в реанимации, было такое осложнение было. Затем Караганинская область уже вакцинировала, плоти чуть ли не по домам делали вакцину от дифтерии, потому что это была не иммунная прослойка, и нужно было срочно вакцинировать. Вакцинация спасла, понимаете, население. То есть вакцинация, вакцинация, ещё раз вакцинация. Потому что мы, население всё равно, как бы мамочки наши, может быть, они сейчас думают, вот, ничего нет, кори нет, этого нет, мы не заболеем. Но всё равно, ребёнок, почему вы должны, как бы... Насторожен быть. Да, ребёнка, своего же ребёнка, почему вы должны за него решать. Я много разговаривала тоже с мамочками. Они требуют, вот, ребёнок вырастает, подросток, требуют прививки, едут в Америку, учиться в Англию, Францию, требуют справку о вакцинации. Дайте нам вакцинацию. Вы привиты, нет, от чего мы вам дадим справку о вакцинации, да? Им нужна справка. Вы почему за ребёнка решаете? Вот, в Америке требуют столько прививок, они без прививок не пропускают свою страну. Учиться вы о нём думаете, но потом они уже, мамочки, так вот, немножко подумают и, как бы, ну, понимают, что надо вакцинировать, потому что вы не решаете за ребёнка. Потому что вакцины все проверяются, все лицензированы. Я сама лично получаю все прививки, вот, какие положены, от гриппа ежегодно получаю, от кори мы привиты в 2019 году, как медработники. Мы вакцинировали население кетородного возраста от 15 до, от 18 до 49 лет мы вакцинировали. В принципе, у нас население привито, поэтому у нас, как бы, может быть и мало случаев. В среде взрослых, да, в меньшем счастье. Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира уже подошло к концу. Да, я надеюсь, всё-таки наши телезрители в лице мам, пап, у которых есть дети, они немного пересмотрят своё поведение, возможно, задумывают, задумаются, услышают вот эти вот истории, действительно страшные истории, да, с которыми вы сталкивались как врачи. И уж вам точно известно, какие могут быть последствия, чему может привести вот этот массовый отказ от вакцинации. Я надеюсь, что привычная кампания пройдёт успешно. Желаю вам всего хорошего. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Я же с вами прощаюсь, дорогие телезрители. Если у вас есть вопросы или свои темы для нашей программы, вы можете писать нам на наш номер WhatsApp, видите его на своём экране. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»